Праздник со слезами на глазах. В Ульяновске отметили 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Праздничный парад прошел на площади перед Домом правительства. На трибунах в первых рядах две сотни ветеранов, тружников тыла и детей войны. Каждый из них ковал победу, рискуя собственной жизнью. Я огнеметчик был. И воевал. И мы уничтожали. Зависли, там было очень много танков. Уничтожали, взгли и противотанки гранатами. Уничтожали. Мы живых немцев. Всех уничтожали. Я на войне была шофером. Возила боеприпасы на Великой Рядовой. Оттуда возила раненых и мертвых. Первую медаль вручили Брестской крепости в 44-м году, когда уже освободили всю Белоруссию. День Победы встретил на Дальнем Востоке. В Анжурии. Мы уже воевали там с Япошками. Вот. А начало было в Германии. С Германии нас за неделю, дней 10 направили на Дальний Восток. Квантунскую армию добивать. Квантунская, японская армия. 500 тысяч их было. Квакать некогда было. А больше радовались, что мы заканчиваем Великую Отечественную войну. По традиции праздничное шествие открыли вынесением на УАЗах флагов города Трудовой Славы Ульяновском, предприятий, работавших годы войны, и флагов Организации Трудовой Славы. ...завод в первые годы своего существования на Ульяновской земле. В холодном октябре 41-го года на Ульяновскую землю прибыли первые вагоны со специалистами. С Днем Победы жителю Ульяновска поздравил президент Владимир Путин. Прямое включение с Красной площади велось со специального экрана. После к поздравлениям присоединился и глава региона Сергей Морозов. Нет на земле таких людей, которые были бы трудолюбивее, мужественнее, талантливее, чем мы с вами. Слава народу-победителю! Да здравствуют солдаты Победы! С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Великой Победы! Завершающим аккордом парада стал торжественный марш войск Ульяновского территориального гарнизона. Под звуки живого оркестра вдоль ветеранов прошлись войска 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, курсанты регионального учебного центра войск связи, пилоты института гражданской авиации, представители войск национальной гвардии, ульяновской таможни, росгвардии, а также парадный расчет юной армии. По Соборной площади проходят пилоты Ульяновского института гражданской авиации имени главного маршала авиации Бориса Павловича Бугаева. Великая Отечественная война унесла жизни миллионов людей. На фронтах воевали 269 тысяч ульяновцев. Свыше 125 тысяч так и не вернулись с полей брани. Но память о них останется навечно. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова